Саркофаги намного качественно быть тоже цивилизация на белок ящики для хранения да уж явно не для захоронения которые просто остались в массовом количестве не везешь они тяжелые рамоски не продукт сквозь каких-то скорее всего какое-то оборудование которым нужна была именно такая изоляция ну и как бы такой ящик до массивный монолитный причем чтобы население было или возможно что-то хранилось жидкости да она был глил подушка образно не выровненной видимо ее выравнивать не обязательно было как известняковую облицовку тогда это если внешний вид неважно тогда это сугубо техническая это пристройка это да и известняковый храм пристроен да это да это что-то технологическое правильно это цивилизация да это сам бостер по броню ну ка да нет не похоже смысле вот этот вот ну да начинается он туда пошел да это видимо попытки его поломать да вот этот убивали наверно где-то сверху сюда полетел упал они уже настали доставать тяжелый вот он с той стороны видишь как вы пригнаны ровно а со внешней он подушкообразный тоже относительно ровно то есть они не делали зеркальными ну главное чтобы они да состыковались просто легли друг на другу нормально как этот играет гвоздичка а гвоздичок гвоздичок может конечно всякое быть что мы не знаем знания наращиваются мозги тоже наращиваются как ни странно поэтому восстановление проходит быстро да восстановление быстрее к тому же ну даже наша цивилизация она погибнет у нас же нет строений из таких пусков ну останутся я не знаю там если башня сгнёт ну эффект с ней да а какие-то каменные вещи наверное будут они будут из маленьких да из маленьких с массивных нас ничего такого и не нужно даже ради себя вот так вот перевознести тоже не нужно смысла нету а вот здесь пройдем сейчас по прогулке а уж допотопному древнему человеку чтобы возвысить себя как бы как фараона там бога то можно и другими способами и обязательно именно такими золотом да уж лучше выложить золотом его гробницу где-нибудь в пещер то небольшой и вот красота да достаточно как индейцы это делали они тоже золото я читал складывали даже не понимая зачем да угу то есть для них было не такое красивое просто да да и красоты в нем особо нет потому что и чтобы была красота это нужно ювелирно действительно там отполировывать что-то делать я думаю что им больше красивее бы понравился или как это более практичный был какой-нибудь металлический топор который да или какая-нибудь одежда вот у них кстати ценились материалы очень сильно ценились да краситель материалы ну то что красивый разноцветные одежки красивые или это намечали располагку да это делалось угу они их уменьшали так от чего упадают так от этих Да они уже сделали плитушку. Представляю, толпалы таких аборининов с верблюдами, с криками, с руганью. Тут какой-то лысый дядь, который ментом потухает, они зачитаются. Да и такое количество рабов просто невозможно удержать, потому что рано или поздно может быть восстание и сверху никому. Их кормить надо, потому что все-таки, да. Потом они помрут. Им же силы нужны, а силы нужно, чтобы таскать такие машины. Нужно кормить как следует на отбой. И плюс еще следить за ними. Если покормишь, они будут здоровы и они восстание устроят. Точно это восстание не особо будет устроить. Точно и не потаскают такие блоки. Это сколько нужно охраны, чтобы всех их забывать в узде. Это еды, еды не хватило бы. Ни еды, ни охраны, ничего. Ресурсов бы не хватило точно. И смысла нету. Не в Европе, где была помощь. А кто же пищу добывать будет? Ну ладно. Пусть там действительно сезонно как-то они будут работать. А крестьянам, ну нафиг это надо. Скажут, да иди ты нафиг. Ты что, офигел что ли? Мы тебе свернем, другого поставим. Попроще кого-нибудь. Мы не ставили таких задач. Что? Вернем, ты перми. А, название там написано. Ага. Вот эти клиновые разделки, они вот так. Я вижу 7000. 7000 лет. Так как так. Мамкара. 7000... чего? 7000? 7000 лет. Почему так много? Только 4000 лет, нет? Нет, 7000. Да. Да. 7000. Мне кириллов. Нет, мамкара. Оржена не мамкара, а рам. А, рам? Да. Да. Здесь устроено. Вернем, я сменил. И улечится 12. Улечения, дорога, в городе, поибрация. Руссия? Да. Расха, Расха! Расха, Расха, добрый день! Добрый день. Я очень рад, чтобы люди русские. Руссии. Самалот, это открыт? Руссия, это очень хорошо? Да, это очень хорошо. Руссия. Это пирамид. Сегодня, да? Нет! Так, один год. А, один год? А, что это? Это гранит. Нет, я знаю. Это гранит. Это, это, предполагаемые бренды, это латтис. Это латтис. Это латтис. Это латтис. А, сам доступ, он не знает, зачем? Другой стороне пирамид. А, маленькая пирамид, да? Дивит-пирамид. Да, с той стороны. Один фото, и Дивит-пирамид. Там просто хороший ракурс на всей пирамиде. Окей, поехали! Что? Это камера. Экшен. Только со встроенным стабилизатором. А, в чем? Да, в чем? Экшен, не чижень. Да, как-то струклянно. Говорят же, что это только медные, да? Даже без добавления олова. То есть, это чистая медная, она же мягкая. Я бы на полуку возьму. Конечно, не успею. Да. Приехать, любить. Ну да, это несложно. Может Минкауру он просто реставрировал и поэтому поставил свой как бы символ, что это он делал, даже 7000 лет сказал, ничего себе. Субтитры сделал DimaTorzok